О выпадающих доходах говорили сегодня в администрации округа. Бюджет НАУ потерял почти полмиллиарда рублей от доходов с Харягинского месторождения. Причина недополученных средств – снижение курса рубля и цен на нефть. Оператор месторождения компания «Тоталь» прогнозирует годовую потерю окружной казны на уровне 2,5 миллиардов, а это 16% от запланированных доходов бюджета в 2015 году. Доходы от Харягинского месторождения – основа основ округа. СРП пополняет окружную казну на 37%. В 2015 году регион планировал получить от СРП 5,7 миллиардов рублей. Однако потери только в первом полугодии составили 477 миллионов. Годовая недополучка, по прогнозам экономистов, может обойтись в 2,5 миллиарда. Проблема состоит в следующем. Что в случае, если нефть падает ниже 55, ни о каких инвестициях нефтяники речи не идут. Если нефть ниже 50, они перестают заниматься капитальным ремонтом. Ниже 45, они тихо, спокойно просто дожимают и складывают все, что есть. Удержать недропользователей на территории округа смогут комфортные условия, считает администрация. В первую очередь это снижение налогов. Налог на прибыль и налог на имущество планируется снизить для четырех компаний – «Роснефть», «Русветпетро», «Тоталь» и «Лукоил». Проект этого закона депутаты одобрили. На ближайшей сессии его рассмотрят в первом чтении. Не менее обсуждаемой стала тема исполнения бюджета. За первое полугодие освоено 80% заложенных средств. Таким образом, 810 миллионов остались неиспользованными. Наименьший процент исполнения составил по главе 06 – это департамент финансов, экономики и имущества 44%. Основная причина – это результат нашего неправильного распределения кассового плана по резервному фонду. Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса не освоил 48% выделенных средств. Департамент строительства ЖКХ – 56%. Основная причина неуспевающих – позднее принятие порядков по субсидиям и невыполнение графика работ. После детальных обсуждений депутаты отчет приняли и дали рекомендации департаментам внимательнее относиться к распределению и освоению бюджетных средств. Илья Сахаров, Валентин Очебичек, Вадим Носкин, Телеканал Север.